Друзья, всем привет! Мы находимся с вами на Ореховом веломарафоне, который проводится в Ленинградской области. Это второй этап Кубка Веломарафонов в Ленинградской области. Он проводится 1 июня 2024 года и в окрестностях железнодорожной станции Орехов. Меня зовут Сергей и сейчас мы вместе со мной прокатим частично эту гонку. Итак, нам дают старт. Я стою... У меня номер 400 какой-то. Уже забыл. И, соответственно, мы стартуем. Пытаемся, пытаемся встегнуться. Все тут ковыляют. Вот. В этот день погода очень жаркая. 35 градусов. Будет очень пыльно, жарко. В самом начале у нас все резко стартанули и уже начинаются затыки. Вот. Сразу выезжаем на грунтовку, поднимаем дикий уровень пыли. Оттормаживается толпа. Видим, что здесь уже два завала. Просто на ровном месте. Я думаю, что нет. Так, дело не пойдет. Впереди еще завал. Надо, надо ехать по краям. Вот. Решил вырулить в левую часть. Смотрю, здесь, в принципе, достаточно просторненько. Вот. Но еду и замечаю, что здесь есть какие-то водоотводы, по которым нужно очень аккуратно ехать. А в одном месте пришлось даже перепрыгивать от неожиданности. Едем, дышим пылью. Вот. Стараемся не улететь на обочине. И сейчас мы будем влетать в первый поворот. То есть уходим в лес. Трассы на гонке очень накатистые. То есть, если бы не такая жаркая погода, я думаю, скорости здесь на Марфоне были бы очень большие. Но я чуть не проворонил вообще старт. Стоял сзади всей толпы, болтал. Потом услышал, что до старта 3 минуты. И пришлось бежать, занимать место в кармане. Хорошо, место нашлось с краешку. Я не совсем понимаю, как распределяются уровни. Вот. Просто взяли на ровном месте и оттормозились. Либо это участники, которые, не знаю, первый раз в гонку едут. Но если они первый раз в гонку едут, почему они впереди меня? Непонятно. Пытаюсь дышать носом, чтобы пыль не проходила в легкие. А хоть частично задерживалась. Потому что мне в первую очередь нельзя такой штукой дышать. Но что поделаешь. Обогнать на таких тропах нереально. То есть пытаюсь где-то ткнуться, но сразу тоже получается затык. Не обогнать. В каких-то местах песчаник. То есть нужно очень аккуратно ехать. Можно елочку сбить. Оп-оп-оп-оп-оп. Выдавливают на повороте народ. Смотрю, ребята начинают обгонять. Думаю, нужно ловить окно и тоже уходить отсюда побыстрее. Вел, катит просто шикарно. За пару дней до этого марафона участвовал в марафоне Пятиярви. Очень сильно застудился. Там температура воздуха была где-то 5-10 градусов. Я оделся очень неподходяще. Очень легонько. И из-за того, что воздух был очень холодный, дышал очень глубоко и застудил себе легкие. И потом две недели восстанавливался на больничном с пневмонией. Потерял две недели тренировок, но пропустил еще одно соревнование. Но к этому соревнованию я уже подготовился. И морально, и физически я каждый день накатывал по 40-50 километров, чтобы ноги привыкали к такому темпу. И за пару дней до гонки все-таки решил сменить свою старую резину. Я не помню, что у меня там за фирма была МТБшная, но покрышка весила около 1 килограмма. То есть очень тяжелая. Вот и в этот раз я решил ее поменять на более современную, накатистую. Ребята подсказали, что можно выбрать там разные варианты. Я остановился на Швальбе. Швальбе Ник Перформанс. Едет она очень хорошо. Просто шикарно. Я на протяжении всей гонки просто кайфовал от того, как она проходит по грунтовке накатистой, и как она лопатит песчаники. То есть песчаные проезды у меня были просто отличные. Конечно, если на них останавливаться, можно закопаться, но я все-таки пролетал. Здесь вот пытаюсь обогнать всю толку по правой стороне, проезжая завалы. Вроде бы, вроде бы проезжаемо, но и здесь у меня справа есть. И утыкаюсь в жижи. Приходится спрыгивать и бежать. Попытка была хорошая, но неудачная. Скорость потерял, толку опять пропустил. Встегиваемся и крутим дальше. Тут было непонятно, то ли я кого-то сзади прищемил, прищемил, то ли сам. Что-то непонятно. В общем, опять едем по грунтовке. Этого песочка очень сильно жарит, пока едешь как по сковородке. Сверху солнце, снизу зеркально тебя жарит песочек, нагретый до большой температуры. Здесь я остановился, у меня слетела цепь. Я не понял, как это произошло. На ровном месте просто пропускаю кучу народа. Ленится пока не могу, потому что они очень быстро едут. Боюсь, что кто-то меня собьет. Ну и я кого-то. Просто пришлось пропустить всю эту толпу. А накат, смотрите, какой. Они просто летят. А я как лошара, короче, стегиваюсь и качу дальше. Меня опять нагоняет малыш в синем, активно педалируя. Как-то странно он держит ноги, у него ноги в раскоречку. Я это еще тогда заметил. Догоняет меня девушка. Я думаю, надо ехать пока в ее темпе, не дергаться. В принципе, впереди еще много километров. А, кстати, я не сказал, я еду половинку. Это 27 километров. Ни много ни мало, но в такую погоду это, в принципе, очень много. Потому что, ну, в жару, в пекло ехать очень тяжело. А в 2023 году я ехал этот же марафон в велоформе, которая полностью закрытая. То есть у меня, я не помню, как это называется, но эта велоформа рассчитана на прохладную погоду. Когда у вас рукава полностью до запястья. И когда у вас штаны полностью до ладыши. И я, по-моему, погода была примерно такой же. Я просто там умирал. То есть на видяшках, которые я готовил, просмотр, я там два раза себя находил у разных участников, кто снимал видео. Я там просто еле ехал. Наверное, можно было спешиться, и пешком я шел быстрее. Но, вот, в этот раз форма другая. Ну, я и подготовился. Астма меня не беспокоила. Даже наевшись вот этой вот пыли. С собой, кстати, взял в бутылку, которую на раме, решил налить колы тепленькой. Точнее, как тепленькой. Она стала тепленькой. Когда я достал велик из машины, то есть вел, нагрелся буквально, и все содержимое с водой нагрелось, ну, не знаю, за пять минут. То есть все стало теплое, противное. Не хотелось пить. И есть гели. Гели взял с собой три штуки, на раму приклеил. Это привычка у меня клеить на раму гели. Это с Мурманска. То есть там народ так делает. Хотя у меня есть, ну, как у всех, как это кофта называется, джерси, или еще что-то с карманами. Но у меня на спине висит гидрач, и как бы не совсем удобно туда лезть в карманы, потому что она мешает. Вот. Начались небольшие песчаные подъемы. Я тут что-то совсем ушатался. Пытаюсь найти траекторию, где можно заехать попроще. Пристраиваемся за парнем справа. Песчаные подъемы. Лавируем. Пытаемся обойти. На самом деле, в эти моменты, хоть я и так дышу, но силы еще есть, и я могу нормально вкручивать в эти подъемы. Но ноги в этот момент уже горят. То есть лодыжки в ботинках, они просто взвески там кипели. Хотя это пару минут гонки. К сожалению, телеметрию я накладывать в эту гонку не стал, потому что это долго заморачивается. Нет вариантов. Да и, к сожалению, камера в процессе гонки перегревалась и не засняла полностью всю гонку. То есть не вижу смысла выкладывать телеметрию без полного видеоотчета. Велик прекрасный, катит с икорок. Убираю отрывы, которые образовались передо мной, где я там в горку умирал. Я готовился к этой гонке. Видео просматривал несколько раз. Полностью сидел за монитором, просматривал видео других гонщиков. Для себя на бумажку выписывал моменты, на какой минуте какая дорога, где песчаники, где будет поле, где подъемы, где спуски, где опасные повороты, на котором можно просто уехать никуда. То есть вся эта информация у меня была в голове. Но в процессе гонки, конечно, на такой жаре все из головы вылетало, оставались мысли только как дышать. Хорошую идею от ребят услышал, что если вот наливаешь воду, например, в гидрач, он когда висит на спине, ты спиной своей нагреваешь воду и пить теплая не очень хочется. Попробую на следующий марафон, мичуринский, который будет, по-моему, 16 июня. Обожаю этот марафон. Попробую на него найти какой-нибудь мешочек с изоляцией от тепла, как они называются. Короче, в него установлю пакет с водой и надеюсь, что он будет всегда прохладный, потому что в такую погоду хочется запивать прохладной водичкой, чтобы ворху не сушило. Ах, да, и еще у меня косяк, конечно. Я не налил, я налил не просто воду, а я купил в магазине перед гонкой водичку. По-моему, называется «Святой источник», и они там бывают с разными вкусами, со вкусом яблока, со вкусом лимона, и еще с чем-то. Я чуть подумал, о чем мне пить простую воду и купил такую с яблоком. И это была ошибка на самом деле. Потому что такую жару, теплая вода с яблоком оставляет очень неприятный вкус и не напиваешься. В общем, въехали еще на одну тропу. Здесь, кстати, чувак справа, если это участник, он едет без шлема. А это не участник просто. Я уж подумал, у нас какого-то участника запустили без шлема на гонку. Классная тропа лесная. Здесь есть места для обгона. Народ не спешит обгонять. Я просматривал вперед и стал момент, где можно дернуть. Вот с горочки очередной. Вот просто отличный накат. Зачем вы тормозите? Кто там спереди тормозит? Вижу справа колею и решаюсь в нее влететь и обгонять народ. Чуть не влетаю в бревно. Как говорится, на контрильных гонках народ обгоняешь либо подъем, либо с горки. Тоже здесь вклиниваем суслово. Не совсем удачно вклинился, видео участника на оранжевом веле, но надеюсь, он бы дальше все равно не ухотел. Ну, извиняюсь. Отличные спуски, но почему здесь все так тормозят? Очень много, очень много валялось. Сейчас можно было увидеть на видео очень много валялось здесь. Бутылок. Такое ощущение, что здесь был завал. Просто отличная лесная тропа. И затык сразу. Но, ребята, не тормозите. В этом минус, когда ты стартуешь где-то в середине. Вот завал, думаю. Все здесь встали. Надо ломить через кусты, фигачить. Просто бежим, не ждем. Дмитрий тут стало. Вот, он хочет победить. Чувствуется человек. Отец заряд. Между прочим, я делаю так на всех гонках. Если есть такой затык, я просто спешусь и бегу. Потому что, ну, реально, сингл тропы вот эти, это жесть. В Крус Канте, если ты здесь едешь с группой, то ты будешь очень сильно отстанять. То есть, залетая на сингл, надо стараться залетать на них первым и уходить от этой группы. Потому что группа всегда едет очень медленнее, чем один участок. В идеале, конечно, ехать вдвоем. Ну, то есть, если есть более сильный участник, то он едет впереди. А ты просматриваешь за ним трассу и просто без тормозов едешь спокойно на уверенных пещах. И при этом, как бы, вы вместе отрываетесь при следующих позади. Взбил дыхание, слышно. Чуть не улетел в кусты. Кстати, на велике у меня есть и хорошие, и плохие моменты. Из плохих моментов это у меня начал травить потихоньку... Вот! У меня начал потихоньку травить задний амортизатор. Ну, в принципе, на гонку это хватает, но это у меня печалит. Нужно обслуживать срочно. Нужно обслуживать. Вот! Я на этой гонке накачал... Накачал его с запасом и ехал все время на максимально мягкой передаче. На максимально мягкой... Как сказать? Передаче. То есть, подвеска отрабатывала полностью, но за счет того, что я ее накачал очень сильно, она не пробивалась. Поднаелся я немножко здесь. Поднаелся и в горку заезжаю медленно. Наеду гонку в контактных линзах и это, конечно, было очень жестко. Линзы, глаза, песок. Если попадает песок, это жесть. Просто глаза начинают царапать. И... Ну, это неопередаваемое ощущение. В принципе, в процессе гонки я это не замечал, но вот когда приехал домой и сейчас, когда записываю это видео, глаза просто болят ужасно. То есть, с красными глазами сижу. Капли вчера закапывал, никакие капли не помогают. На будущее все же надо не ехать в линзах, если и трасса очень пыльная. Вот. В общем, выехали мы с синглов лесных на песчаные грунтовые пропинки. Дмитрий меня тут нагнал. Ну что, на спусках загоню. Педалирует он достаточно хорошо, а я уже устал. Еще и камни. Парень задел педалями корни. Да. Обгоняйте, я в каком-то в прошлом году тоже хорошо так педалькой в корень влетел так, что меня из седла вверх подкинуло. ой, накат уже. Катим, крутим, на ведяжках тоже просматривал вот эти моменты, где есть песочные подъемы, проезды. Высматривал на ведяжках, где можно проехать их максимально близко по краю, потому что там обычно растет трава, там более такой живой грунт, и по нему проще ехать. То есть колесо не бросует. Скорость, конечно, упала, силы упали, но впереди впереди где-то еще по-моему, 15-го. вообще планировал на этой гонке сидеть на колесах где-то на прямых прогонах или там, где будет ветер, сидеть на колесе, отдыхать, восстанавливаться, но в основном на колесе сидел на спусках, точнее, не сидел, а оттормаживался, потому что на прямых что-то как-то меня уже не хватило. То есть жара меня доконала и больше половины я просто ехал в том темпе, в котором мог. Кстати, по количеству участников гонка проехала порядка 600, даже 600 с плюсом участников. Если не ошибаюсь, в моей категории в половинке было всего 425 участников. Кстати, по-моему, знакомое лицо проехало. По-моему, это был Дмитрий Станкевич. Меня так очень активно погнал. Итак, в моей категории было 425 участников. наполовинке. Среди них 400 если не ошибаюсь, я просто чуть как-то не совсем понимаю, как этот Рэк Тайм сайт работает. По-моему, там было написано 423 мужчин. Просто основная масса. И по гонке я финишировал из мужчин на 231 месте. А 231 месте в категории или в абсолюте. В общем, короче, я запутался, я не понимаю. У меня написано в результатах 231 и 81. В общем, не хочу разбираться, мне лень. Главное было в этой гонке доехать, получить свою заветную медальку, снять видяшку и протестировать по крышечке. Если бы не это пекло, это было просто кайфовое гонка. В какие-то моменты, когда было очень жарко, я уже думал, что нужно будет остановиться на каком-то переезде через речку. Ну, не речку, а там ручки. То есть, были мостики, я был готов уже в любую лужу плюхнуться и просто лежать. У меня такое состояние было первый раз на мурманском беломарафоне, называется мусто-культуре. Это очень крутой марафон, дистанция там 50 или 110 километров. Очень крутые виды, очень накатистые дороги. Там нет никаких символов, это в основном грунтовка, где машины ездят, но это заезды в перевалы. Так, здесь народ что-то застрял. кстати, можно заметить, как катит по крышечке на нормальной скорости. По песочку я просто пролетел не испытываю никаких проблем. Так вот, на марафоне в Мурманской области, он, кстати, проводится каждый год, я всех приглашаю в родные края, вы получите там незабываемые впечатления. Там есть броды, где ты лужу проходишь по поясу, в воде, мосты к бивенчику. Вот так, в каком-то году, когда я там участвовал, когда еще там жил, там была тоже такая же жара, где-то 35, чуть ли не под 40 лет, и любая лужа, которая там была, это было просто в радость, хоть как-то намочить ноги, хоть как-то намокнуть, такое пекло было невыносимое. В общем, тут на рифовом марафоне я вспоминал эту гонку, вспоминал, как было жарко, и искал, искал глазами любую лужу, в которую можно прыгнуть. Ну, лужу, не лужу, которая просто лужа, потому что это не вариант, там, она нагретая, теплая, еще и грязная, а какой-то ручеек, хоть как-то с движением воды. В любом случае, там будет частинка и уровень воды и прохладная водичка. Намок самое то. Опять въехали в Синдуи лесные, но я опять сижу на колесе позади участников и не испытываю кайфа, потому что, вот видите, постоянно догоняю, постоянно впереди кто-то оттормаживает, то есть, но это очень сильно бесит. по ходу гонки также потерял наушник, проезжал рядом с деревьями, веткой просто холестнула по уху и выбила наушник. Останавливаться не было ни варианта, что-то делать. нагнал какую-то группу ребят. Впереди тоже видно, что очень много народу растянулось по этим синглам лесным, но здесь обгонять не вариант. Вот здесь казалось бы можно справа дернуть, но спереди дерева. То есть в тот момент не было возможности предугадать трассу наперед. Поэтому сидим сзади и просто пытаемся ехать. Пытаемся просто не упасть на бок от маленькой скорости. Всю гонку еду сидя. Практически нигде не вставал. Здесь что-то ребята остановились. А здесь здесь ребята обсуждали, что как тяжело ехать на гревеле или там шоссер гревел не знаю, что там у чувака был залил, но без подвески полностью. Но в принципе это не самая сложная гонка для гревел здесь достаточно накатистые дорожки и я думаю на гревеле здесь просто лететь можно кайфовать. Единственный момент что с песком да и кормик встречается но они больше к концу гонки по-моему там. вообще я бы хотел попробовать на гревеле проехать такую трассу мой велик весит 15 килограмм гревел весит я не знаю сколько но наверное 9 я думаю это очень ощутимо даже меньше 8 по-моему когда я просматривал трассу вот таких вот синглов на этой гонке было либо 3 либо 4 я тебя обгоняешь давай предлагаю обогнать сзади товарища потому что еду понимаю что я уже наелся дергать сил нет подсказка кстати я не взглядел на гонке песок слева видно что для того чтобы проезжать песчаные дороги нужно крутить как товарищ на синем байке то есть очень активно не останавливаясь не останавливать все время держать высокие обороты тогда покрышка не будет закапываться но я здесь тупанул я здесь тупанул и соответственно потерял скорость и начал скапываться на на этой гонке у одного товарища здесь был bigfoot я думаю он вообще кальфовал на таких моментах для bigfoot песчаные дюны это просто практически накатисты накатистая тупанул и когда я смотрел видео я помню что на этой трассе должно было быть поле а посмотрев первое видео участник за двадцать третий год там почему-то полей не было там я просмотрел по моему еще одно видео участника ну и точно не помню до конца ли его смотрел или может я промотал этот момент тоже не нашел не нашел поле думаю что типа в этой гонке поле убрали хотя на фотографиях да и я помню что там было поле в общем ехал ждал и такое внезапно раз и мы выезжаем на эти поля а здесь нужно держаться на колесе то есть чтобы экономить силы но я этот момент проворонил да и сил уже не был поэтому просто ехал в своем темпе тут я просто еду неудачно одной рукой держа вел и другой рукой бутылку пытаюсь попить теплые колы понимаешь что ну что делать экономить нет смысла вот два товарища как раз меня обогнали я думаю надо надо сесть им на колесо и пытаюсь их догнать едут болтают отлично у них я там сзади еду умираю ну кстати ветра по-моему в этот раз не было встречи то есть что сидишь на колесе шпины на колесе ветра по-моему не было ведь был полный штиль но все равно на колесе сидеть более приятно попроще крутить плюс как бы мозг подстраивается от участника более сильного и соответственно старается мышцам отдавать команду крути так же крути так же крути так же ну может быть ну что не Tiger есть кто-то крутит кто-то крутит крутит Я пытаюсь понять, кто едет быстрее, за кем сесть. Очень красивые прогоны, красивые поля, и эти поля нам нужно все проехать. Продолжение следует... Ну, здесь был просто затык на ровном месте, я не понял, что здесь произошло. Просто меня в ноль сбили. Скинули, так скажем. И из-за этого я еще и на передаче тяжелой остановился. Сразу не смог нормально стягнуться и крутить. Слева впереди видно, как растягивается дорога. Пытаемся опять ехать с группой, но что-то как-то скорости у меня полубавит. С Matthias. С Питаем. С Ланом. С Домом. С Ланом. С Ланом. С Ланом. С Ланом. кстати в прошлом году хоть было и жарко но вот эти поля я пролетел очень-очень быстро если не изменяет память я пересаживался на протяжении всего этого поля с одного колеса на другое то есть я ехал сначала за одним разгонялся разгонялся потом делал атаку переходил на другое колесо то есть проехал очень активно но и по моему не было в этот момент такой жары ну хотя я ехал в форме которая ранее говорила полностью закрытая пытаемся немного полежать на руле понимаешь здесь можно велик можете отрыгнуть поэтому лучше держаться все таки за руль позируем фотограф а 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 и а а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Но проворонил этот момент и скорость свою только силы. Ах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Держи 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok соответственно расскажу чуть наперед что там будет дальше значит я найду такие свой заветный мостик прыгну в эту воду намочусь и после этого стану крутить еще лучше то есть намочившись меня как то ветер встречный будет остужать и я после этого прихожу более-менее в себя и оставшуюся половину буду уже ехать более удачно дальше там будут и подъемы синглов уже не будет туристически вот такие места как сейчас на видео и концовочка там у нас будет грунтовая дорожка вдоль вдоль забора и резкий поворот налево и потом финиш на этом участке я нашел себе силы и на прямой нагнал гону группу из по моим трех или четырех участников сжимая подвеску в землю обогнал самым последним 5 метров до конца вот этого участка с камнями и кое-как склинился в левый поворот и даже предпринял попытку контратаки потом попытались контракт атаковать меня но я этот песок и все-таки участникам не дал себя вам из-за прикольных моментов у нас еще здесь были очень жесткие песчаные проезды по называется полоса разделение где пожара сделаны ух там просто затыки были жесткие я там и ломил через пусты но это было весело не знаю откуда-то появились силы и я начал там вкручивать хотя съел за все время гонки только один гель здесь вот у фотографа я решил присесть потому что перегрелся не на башку налили водички ну и собственно дальше уже видяшки скорее всего не будет и это у нас концовка